здоровенькие были всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать немножко с вами пообщаемся у нас киеве сейчас утро сейчас 7 25 я бы была уже на пробежке но есть причина я сейчас расскажу кстати у меня первая чашка кофе первая чашка кофе а вообще у меня уже была чашка чая мне сегодня утром захотелось с утра чайок попить я встаю рано встаю 5 часов меня спрашивают во сколько я спать ложусь как получится если 23 то это очень хорошо если 23 значит у меня кофе с молочком наливая молочко или сливки это хорошо это даже насыщает немножко и потом это убирает горечь чай с молоком тоже очень хорошо вкусно я только напоминаю у нас с вами желудок наш кишечник поджелудочная выделяет такой гормон который называется гастрин и гастрин способствует выделению большего количества соляной кислоты но мы наливаем немножко молока или сливок и кислотности будет у нас меньше это уже хорошо правда я только напоминаю вам да если вам не нравится кофе пейте чай пейте шиповничек курсом да больше всего кстати в шиповнике витамина c6 форм если аскорбинка это не витамин c там только одна шестая витамина c витамин c это продукты шиповник красный перчик сладкий до лимон на последней позиции это только кислота лимон но я так для общего развития мои хорошие значит какая причина у меня я задерживаюсь вообще я бы была уже на пробежке я уже даже на коленики но без обуви конечно шорты я одета я не укутываюсь еще там какие-то ветровки брючки спортивные не я не укутываюсь еще нет вы что закаляться это не прыгать в прорубь как говорила мосов закаляться это не укутываться но у нас правда солнышко на улечке тепло сейчас еще значит что произошло я сейчас занимаюсь закваской да и показал даже баночки у меня закончилась мука жить не об дырны борошна закончилась я купила в тб пакет большой два килограмма его всегда и покупала принципе своя линия я предупреждаю внимательно смотрите содержимое пакета срок реализации всегда смотрю до двадцать четвертого одиннадцатого месяца вырублено в пятому месяце то есть вроде бы свежая мука да открываю пакет сегодня на столешнице да а там содержимое неизвестно какой пятилетки всего полно перечислять не буду понятно да неизвестно какой пятилетки но сейчас я иду в а тб у меня кстати чек есть я верну эту муку 38 гривен возьму сельпо рядом сельпо еще есть там я возьму килограммчик муки мои хорошие только предупреждаю как сейчас нужно за всем вести контроль купила семя льна на днях то же самое внутри неизвестно что понятно да все это сейчас такое творится раньше такого не было я постоянно пользуюсь этими продуктами это первый раз у меня такое вот это сейчас такое творится я вообще не понимаю как покупают сейчас орешки хвалится минае сакеши мне нравится миндаль вы смотрите ну ладно если вы какие-то страны других возможно живете а у нас то сейчас что привозят а свежие орехи нам привозят неизвестно какой пятилетки что по ним бегала какие-то афлотоксины вы что орех не прошел санкции там чем-то присыпали немножко все вот поменяли так это что касается муки ржаной я конкретно муки ржаная мука своя линия срок реализации до одиннадцатого двадцать четвертого внутри я соткала люди степанкевича тослала она кажет аня у нас или вообще взагали страшные и что скупу ват если что-то что-то покупать так об этом я вам рассказала дальше значит я хочу вам рассказать очень хорошую историю о человеке об одном я хочу просто рассказать эту историю я вчера даже не не смогла делать видео я была никакая вчера я гидазепан приняла и вчера на ночь позавчера мне бессонная ночь была вообще не могла уснуть вообще вообще но сначала я себе значит все нормально у меня я неделю тому назад записалась и гинекологу я иду к одному человеку этот человек еще стоит на операциях то есть это женская консультация это роддом это не поликлиника все официально запись регистратура все официально значит не просто анализ человек берет и кальтоскопия проводится и в отдельном кабинете узи и датчики сейчас сейчас такая аппаратура вся эта процедура проходила не очень быстро все щепетильно так рассматривается анализ будет обязательно тоже через две недели анализ сдается вчера у меня маммография была но если кто-то боится маммографии вы почитайте маммографии даже надо каждый месяц делать там определяется опухоль до миллиметра пальпация пальцами никто не определит на компьютере два снимка предыдущий снимок и этот снимок снимок мой потому что там прохожу допустим маммографию да и человек сравнивает это у вас вообще изменений никаких нету сравнивает снимки они просто у вас все нормально значит все нормально значит у меня я еще заодно зашла в диагностический центр я не хожу допустим к семейным какое-то направление братья в состоянии пойти где диагностический центр и сдать анализы так было всегда вот как мне сделали щитовидную железу и начала заниматься собой только после операции значит я взяла анализ на гормон ттг зала еще общий анализ крови думаю раз в год посмотреть нормально гемоглобин 131 всегда был выше у меня даже 145 мне всегда был 131 последнее время снизился нормально это очень хорошо даже высокий гемоглобин не нужен а вот это как раз норма хорошо лейкоциты все прекрасно все хорошо все нормально мой ттг вот конкретно кто принимает гормоны до эльтероксин эутерокс вы должны сдавать анализы на гормоны ттг а то иногда мне пишут я 20 лет принимаю 50 я не худею и я не худею гормон меняется я сдавала 3 сентября у меня было значит у меня был гормон анализ был то гормон 1 и 3 сегодня я сдала то есть вчера утром я сдала гормон и вчера мне прислали уже на вайбер результаты даже идти не нужно за результатами сейчас все приходит на вайбер а у меня 1 единичка один только 1 и 3 в начале сентября сейчас один то есть мне не нужно добавлять гормон зимнюю зимнюю дозу я перездаю значит свои гормоны только смотреть нужно мне добавить или нет потому что идет уменьшение световое ну то есть день становится короче мы не тянем уже на том гормоне прохладнее может быть но сейчас как-то на улице хорошо не холодно ну то есть мне еще не нужно добавлять гормон я сдаю гормоны только весной когда я должна снимать гормон и осенью когда должна добавить гормон то есть самостоятельно ничего не нужно делать без анализа только анализ должен быть значит если вы принимаете эутерокс результат по гормонам меняется на 5 сутки на 15 сутки вы можете спокойно сдавать анализ но я сдаю всегда на 20 эутерокс если вы принимаете эльтероксин и что-то поменяли то анализ вы можете сдать только через два месяца эльтероксин работает по накопительной эутерокс работает сразу вот в чем преимущество эутерокса если вам нужно менять вот выйти на свой гормон то лучше переходите на эутерокс гормоны идентичны ну там разница конечно есть эутерокс там делится эльтероксин нет 25 пополам ну я как-то рассказывал об этом уже ну как бы вот это я хотела сказать то есть гормонами у меня все нормально анализы сдала тоже я вообще прохожу я считаю что стоматолог и гинеколог это обязаловка у женщины это даже свои люди должны быть знаете к свой парикмахер у человека свой стоматолог вы не пойдете к чужому врачу правда вот и я я дала даже в ютюбе человек попросил номер телефона моего стоматолога я дала координаты координаты вернее дала черт сам ношу черт мне написал я не хотела уходить из кресла мне так было приятно с этим человеком ну да стоматолог хозяйка клиники муж и и это человек значит мой врач так значит у женщины должен быть парикмахер стоматолог гинеколог с анализами нормально все слава богу и маммография тоже так о чем дальше о чем дальше мои хорошие и вот вы знаете да а себе еще немножко вот у меня как бы хороший анализ по ттг да единичка у меня белок белок у меня белок в приоритете а кто-то не скажет таня причем здесь белок гормонов щитовидной железы гормоны щитовидной железы строятся из животного белка не из растительного фасоль чечевица и животного белка вы представляете кто сидит на вегетарианстве из чего будут строиться гормоны щитовидной железы а вот даже людям прописывают терзин тирозин ты розин не тероксин гормон а аминокислоту тирозин прописывают да это конкретный белок животной вот это沒有 кислота это белок чтобы улучшить гормональный форм прописывают аминокислоту животный белок вот Так лучше есть нормальные продукты, чтобы были гормоны в порядке. Я вам только напомнила. Сдавайте гормоны, проверяйте сами, не регулируйте ничего после сдачи гормона. Я сейчас ничего не добавляю, возможно, позже, когда похолодает немножко. Еще пересдам анализ. Но сама не добавлю, нет. Хотя добавляю постоянно сама 18 лет уже. Ну как бы регулирую сама, меньше, лет 15 сама регулирую. А может еще даже меньше. Так, а так я жила в конкретном гипотиреозе. Ни один медик не мог мне помочь с гормональным фоном. Ни один. А теперь я вам расскажу сейчас жизненную страшную историю. Страшную. С плохим концом. Может быть кто-то услышит и изменит свое отношение к сдаче анализов. Мне бы хотелось, чтобы так было. Потому что очень многие люди, услышав меня в Ютьюбе, начали обращать внимание на гормоны щитовидной железы, начали менять свой гормональный фон, пошли первый раз к эндокринологу. У меня была женщина Таня, благодаря мне она пошла к эндокринологу первый раз. А у нее рак щитовидной железы. Она услышала Таню в Ютьюбе, которая направила пойти сдавать анализы. А у нее рак щитовидной железы. Ну все нормально, это орган удален, человек будет жить. Но сам факт, это не тот рак, который дает метастазы страшные. А я вам сейчас о страшном расскажу. Значит, позавчера я должна идти к гинекологу. И в этот день мне звонит женщина, у меня раньше была фазенда в селе, в Сирии, и жительница этого села мне звонит. На данный момент этот человек находится в Италии временно, с дочкой, с маленьким внучиком. И она мне звонит с Италии и говорит, Таня, Таня, тримайся, твоей сусидки немае. И я понимаю, кого она имеет в виду, я догадываюсь, но я не хочу это допускать. И я так, какой соседки? А я уже о той соседке думаю, потому что единственный человек. Твоей соседки нету. Какой соседки? Мне называют имя. И я заорала, не закричала, на всю квартиру. Я схватила себя за волосы, кричу, как это могло случиться, что случилось. Рак, рак. Значит, по женским органам рак. Болела как? Я говорю, лежала в больнице как? Нет, на ногах все. Ну, знаете, чтобы точно узнать, чтобы не был испорченный телефон, я после этого человека, пообщавшись с ней, звоню сыну этой женщине. Этой женщины. Парень меня сразу узнал. Молодой мужчина, двое детей. Как раз находился в селе с машиной. Мама на работе, все нормально было. Тетя Таня! Я так рад и вольщу, ты! Я сразу вас пиздам! Вы так и ридни нам! Мы рядом жили, дом с домом. Я говорю, как это могло случиться? Тетя Таня, 15 роков, без одного выходного. Без одного! Как так можно было працевать? Я знаю. 15 лет без одного выходного. Каждый день на велосипеде. В среду приехала с работы 12 километров в день. 3 километра в одну сторону, 3 километра назад. В обед домой приезжает покормить корова, поросята, куры, горок 60 соток. В среду приезжает домой, становится плохо. Сын четверг везет в больницу, потому что плохо очень стало. Крышка. Если уже повез в больницу, уже этот человек не вышел на работу. В областную Белая церковь. Там человека проверяют. Рак матки. Четвертая стадия. Метастазы по всему телу. В среду человек умер. В субботу человек умер. В среду плохо начала себя чувствовать. А в субботу умерла. Вы понимаете, о чем я? Это такая тихая смерть. Я не могла поверить. Ну как так? С таким страшным диагнозом. Четвертая стадия. Метастазы по всему телу. 12 километров каждый день. Каждый день 12 километров. Огород 60 соток. Корова, поросята, куры. Работа на ногах целый день. На ногах. В ларьке торговала. Гроши ехать. Проверять я могла. А? Я не думала, что такое может быть. И я у врача, к которому я пошла, спрашиваю. Рассказала так в двух словах историю, что такое может быть. Вот такой диагноз на ногах до последнего. 12 километров еще на велосипеде. Это ж силу нужно иметь при таком заболевании. А ведь может быть. Может быть. А вообще, врач сказала мне, страшная сейчас запущенность. Сейчас страшная запущенность. Может быть. Четвертая стадия метастазы по всему телу. На велосипеде каждый день 12 километров. Огород хозяйства. Сегодня стало плохо, через два дня умирает. Да услышьте меня. Идите к врачу. Хотя бы сдавать анализ. Цитология. Вы должны увидеть, атопичные клетки эти есть или нету. Раковые клетки. Хотя бы этот один анализ. Без УЗИ кто не может проходить. Без калькоскопии. Хотя бы анализ сдавайте. Раз в год, люди. Раз в год. А? Моя подруга. Ну, подруга как. По телефону только общаемся. Я рассказываю этот случай только для того, чтобы натолкнуть ее. Потому что знаю, что она не по врачам. Нет. Она знаете, что мне говорит? Ой, не пугай меня, Таня. Я 20 лет не была у гинеколога. Чем вы хвалитесь? А? А вы же зашараханно живете. Если я сплю спокойно, конкретно по этому вопросу, да, я спокойно сплю, то ты не пугай меня, говоришь. Это к ней относится. Мои хорошие, вот это я вам сегодня рассказала. Но наша тема еще и оздоровление. Многие люди мне писали. Таня, спасибо большое направила к врачу, к эндокринологу. Многие, да? Идите проверяйтесь. Идите в поликлинику, идите куда хотите. Хотя бы анализ, мазок, цитология. Все, я с вами попрощалась сегодня. Попрощалась, вернее, попрощалась. Прощаться не хочу сегодня, потому что наша тема, скорее всего, еще о похудении с вами пообщаемся. О здоровой теме. Ну, все, мои хорошие, сейчас я встала, погнала в АТБ, а потом у меня. Нас не догонят, пробежка обязательно будет. Обязательно. До встречи всем. Любите себя. Субтитры сделал DimaTorzok